Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогория программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на сайт мирбелогория.ру и в наши группы ВКонтакте и Фейсбуке и оставляйте там свои вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в эфир телефон-студии 584410. А сегодня гость нашей студии художественный руководитель Белгородского государственного академического драматического театра имени Щепкина Виталий Слобачук. Здравствуйте, Виталий Иванович. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие зрители. Конечно. По традиции, для начала предлагаю посмотреть наш сюжет. 26 сентября Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина открывает новый 80-й по счету сезон. Чего ждать ценителям театрального искусства? Какими постановками порадует своих поклонников театр? А что является важнейшим из искусств для вас? Об этом и спросили посетителей сайта мирбелогорья.ру. И 37% ответили – театр. На втором месте по популярности оказалось телевидение. 20% более всего ценят кино. 10% – цирк. И 5% проголосовали за художественные выставки. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – что готовит новый театральный сезон. Виталий Иванович, ну вот таки первое место отдали вам наши телезрители. Свою любовь практически. Вот как вы считаете, на себе вообще вы это ощущаете, что на самом деле для людей, для белгородцев, по крайней мере, театр является важнейшим из искусства? Ну да. Ну театр сам по себе искусство ведь многогранное. Он умеет и чувствовать, и понимать чужую боль. Он никогда, но не дает каких-то ответов. Но он всегда их ищет. Вот это интересно людям, потому что каждый тоже ищет. И смыслы, и ответы. И театр здесь первый, в общем-то, как искусство, инструмент, который этим тоже занимается. Если это совпадает с тем, что человек придет и попал на свой спектакль, на свою тему, ну это замечательно. Поэтому я думаю, что вот такая политика репертуарная дает возможность все-таки сегодня угадывать настроение, отчаяние зрителей. Поэтому все так складывается успешно. Так сложилось, как в нашем опросе. Я думаю, что сегодня мы тоже дадим много ответов нашим зрителям. Для этого призываю звонить к нам в студию, в прямой эфир. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Начнем с вопроса с нашего сайта мирбелогоре.ру. Большой популярностью пользуются программы театров, в которых артисты поют, читают стихи. Планируется ли продолжить такие вечера в театральном фойе? Конечно, планируется. У театра много молодежи, которые читающие, и умные, и знающие. И, в общем-то, это даже была их инициатива. Вообще у театра нет такой сегодня площадки, где что-то не происходило. И когда такое прекрасное, отличное фойе пустовало в свое время, вот в общем-то думали, как это все заполнить. И заполнили малыми формами. Литературу музыкальными делами, салонными делами, вокальными. У нас же поют, это не оперные певцы, но это актер драматический, он поет всегда смыслы слова. И в этом он и нужен, и велик, и часто все получается тоже большие певцы. И получилось, что это молодые ребята проявили инициативу и подготовили программу. Но когда все это получилось, и уже было, нужно было просто обрамить, и этим занимались уже, в общем-то, режиссеры серьезные, как Игорь Евгеньевич. И получил программу, которая прокатилась по всей области, со слезами на глазах, с востребованностью, с пожеланием вернуться, 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 вернуться. Это вот война и прерванная юность. К этому пожеланию прислушаетесь. Да, да, да. И плюс готовятся сейчас новые программы. Вот сейчас сезон, и готовятся новые программы. И такой, ну, салонные программы, такая романсовая программа, с судьбой. И это все готовится, и все это будет в этом сезоне. Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас есть первый звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите, вот у театра в прошлом году появился молодой главный режиссер. Мы все знаем Игоря Ткачева как отличного актера. А по каким спектаклям можно оценить его режиссерскую работу? Ну да. Спасибо. Ну, молодой по возрасту, но это, вообще это Белгородец настоящий, наш. То, о чем мы давно мечтали, что было. Он актер, закончил Академию Воронежскую. И когда пришли у него, вот на таких, в начале программах, да сейчас он поставил замечательный спектакль, который многие спрашивают про молодежную тему. Так он поставил спектакль, вот прошлого сезона, забыл название, но просто очень, очень, как там есть у вас название этого спектакля. Ну, кто ходит в театр знает этот спектакль, да. Знает этот спектакль. И, ну, где-то более десяти спектаклей у него в нашем театре есть, если вспоминать. Но сейчас... Вот в этом сезоне будут какие-то премьеры? Мы открываем сезон его постановкой. Это вообще за последние, там, десятилетия, это первый сезон, когда мы открываем работы своего режиссера. А потом он закончил в Москве... Эгмалион, насколько я знаю, да, будет премьера. Да, да, и он закончил в Москве, потом институт, уже режиссерский факультет. И за ним уже стоит объем, и не только опыта, но и образованности, и хорошей образованности, в хороших вузах. И вот пьеса-то выбрана, пигмалион. Сложнейшая, тончайшая. И вот сейчас она там... Этим мы занимаемся, и мы ее открываем в сезон. Это просто событийно, потому что долгие годы мы приглашали на открытие сезона. А теперь свой. Я, ну, не загадываю, но я думаю, что будет успешно. Я тоже на это надеюсь, как и наши зрители. Спасибо большое. Напоминаю, что телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Продолжим очередным вопросом с сайта мирбелогория.ру. Скажите, пожалуйста, продолжится ли сотрудничество с Валерием Беляковичем? Мне кажется, что именно этот режиссер открывает новые горизонты для Белгородского академического театра. Продолжение темы работы режиссеров. Ну да. Да, конечно, приобретение Беляковича, это для нас тоже, в общем-то, и событие, и необходимое. Когда мы говорим, что у нас один театр. И, конечно, должны быть разные спектакли и разные формы. И формы, которые Белякович предложил театру и спектакли, которые он уже у нас поставил, это только продолжение. Ему недавно исполнилось 60 лет, я его поздравлял. И мы уже обсуждали будущее, будущее. Но в этом сезоне мы еще, наверное, не успеем попасть. А с Валерием Романовичем мы говорим о будущем. И оно, его желание работать в нашем театре есть, а мы его ждем. И об этом сейчас говорим. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас очередной звонок. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, планируется ли в этом сезоне какие-то премьеры, которые будет ставить Борис Морозов? По-моему, его спектаклем в прошлый сезон открывался, если не ошибаюсь. Спасибо. Спасибо. Да. У него завороженное семейство, Вишневый сад, у него потом Филомена Мартурана, одна из последних работ. Ну и сейчас, это сейчас просто один год пропущен, потому что вот в поисках, в поисках все-таки это мощный режиссер. Это вообще все, что касается этих, то, кого мы называем, Беликович, мы называем Морозова, мы называем Спивак, Питерский. Это все первые режиссеры России. И они работают в трупе, потому что есть труппа, талантливейшая труппа в Белгородском театре. И мы ищем еще, и знаем эти фамилии, и эти имена, и чуть-чуть с Морозовым пропустили с тем, чтобы появились еще новые имена. И они появятся. А если не появятся, то с Морозовым уже в 16-м году будет работа интересная, хорошая. Италий Иванович, вот тот спектакль, о котором вы говорили, Ткачева, зимы не будет. Зимы не будет. Ну что сделать? Вспомнили все дружные миссии. Зимы не будет, да. Спасибо большое. Напоминаю нашим зрителям, телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Очередной вопрос с нашего сайта мирбелогоре.ру. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, планируются ли в этом году гастроли других театров на площадке Белгородского драматического? В 2014 году мы, кажется, приняли сразу несколько театров. А в этом году артисты из других регионов порадуют нас своими спектаклями? Если да, то когда ожидаются гастроли, кто будет выступать и что покажет? Хорошо. Ну вот, конечно, будут. Но мы сейчас, мы сейчас, мы сейчас сами очень много едем, ездим. Вот сейчас, сегодня наш коллектив 20 часов вышел на сцену в Бресте. Кстати, да, очень показательно. Да, и там они собрали театры, которые получали гранты. Вот мы были, получали такой знак и поехали туда. Там солидный, серьезный фестиваль театральный. 13 стран представлены, стран других стран, других театров. И мы, сегодня наш день, вернемся, откроем сезон 26-27 сентября и поедем в Новгород. Октябрь 18-го работаем в Новгороде. Вернемся из Новгорода и поедем в театр «Модерн» в Москве, современная драматургия. Покажем свой спектакль «Как боги». Вернемся. И 18 ноября будем работать в театре российской армии со спектаклем «Косатка». Но вернемся и на выход. Поэтому сейчас вот этот период, он насыщен, ну будет у нас балет, будет 20 октября. Мы просто пригласили то, чего нет в Белгороде. И пригласили там артистов большого театра, солисты. И, в общем-то, мы взяли, чтобы это было. И оно будет. А всю свою такую стратегическую деятельность мы направляем на то, что сезон-то мы открываем 80-й. И фестиваль будет 10-й. Спасибо и белгородцам, спасибо и вообще нашему руководству, что сохранили спектакль. В трудные годы сохранили фестиваль актера России Михаила Щепкина. Вот там будет пир театральный. Кстати, на сайте мирбелогория.ру как раз наши зрители интересуются, когда состоится Щепкинский фестиваль и кто в нем будет участвовать. Вот. Ну, знаете, я не буду с тем, чтобы потом не спрашивали, куда делись эти театры. Идет разговор о трех московских театрах. И сейчас мы, Сергей Иванович Макурганский, едем в Москву с тем, чтобы, в общем-то, все это дело организационно, экономически подтвердить и завершить. Вот. Но идет... Это все первые российские столичные театры. Ну, то есть оставим интригу немножко. Оставим, потому что вдруг что-то изменится. А почему не тот? Почему не вы говорили? Поэтому вот оставим. Приедем, расскажем. И потом будут театры, те, которые имеют очень прорывные, мощные спектакли с актерскими, сильными работами. Нам их подсказывает наш аургкомитет наш. Его возглавляет Наталья Давидовна Старосельская, давний наш друг. Это очень умнющий человек, талантливейший человек. Мы пользуемся ее. Вот, значит, ее препутацией и ее, в общем-то, предложениями. И всего будет где-то, ну, 7-8 театров. Вот из них уже три. А когда именно... Начнем? Да. Ну, вот мы сейчас... Вообще он приурочен к ноябрю месяцу, день рождения там Фепкина. Но мы, наверное, сделаем так, как это будет праздноваться. Все там будет. Там будет 10-й фестиваль актера России Михаила Ющепкина. Когда-то было поставление Центральной комитет партии Совмин СССР. Вот, чтобы на первом фестивале. Потом там будет 80 лет театру. Это все будет собираться и праздноваться с тем, чтобы... И, наверное, это все-таки мы сделаем пока не слишком холодно. Начнется 24 сентября. Так мы планируем. Но будет, может быть, что-то корректироваться в сторону того, чтобы театры московские тоже могли. Это же следующий уже, получается. Это следующий уже, следующий сезон. Чтобы наши зрители понимали. Вот сейчас будем заниматься этим сезоном вот этим делом. Спасибо большое. Напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте свои вопросы. Очередной вопрос с сайта мирбелогория.ру. Почему белгородский драмтеатр так неохотно идет на эксперименты? В репертуаре превалирует классика. Это все, конечно, замечательно. Но иногда так хочется взглянуть на современные постановки с неожиданными режиссерскими ходами. Что-то этим. Я не знаю. У нас этих экспериментов, каждый спектакль эксперимент. Белякович эксперимент. Морозов эксперимент. Спивак эксперимент. Огарев эксперимент. Йофа эксперимент. У нас эти эксперименты. Но мы не собираемся. И не будем. Мы занимаемся, и наш коллектив занимается проблемами, которые до нас были. И пусть и у нас останутся. Это человек. Это смысл человеческое. Бытия. Искусство соединяется здесь в этом познании. Смысл человеческого бытия. И искусство здесь необходимо. Оно вечно. И поиск этот вечен. И никто на него не ответит. Но искать человеку нужно. И мы этим занимаемся. Это для нас главное. А театр абсурда. Всякие дела. Вообще все символы. Они рождаются тогда, когда еще не появились мифы. Но уже нет веры. И тогда что-то символическое. Это есть другие театры. Другие коллективы. Которые этим будут заниматься. И у нас, кстати, есть народные коллективы. Хорошие. Свободные. Независимые. Там можно найти. А уж если совсем этим интересоваться. То в Москве этого предостаточно. И в Питере тоже. А мы все-таки где-то будем заниматься. В таком... Ну ладно. Вы затронули эту тему. Не я. Наши телезрители затронули эту тему. Есть, есть. Есть великая русская литература. Есть великая русская музыка. Есть великая русская живопись. От Левитана и там Вазовской и так далее. Есть театр великий русский психологический. Нас все время зовут куда-то. Что вообще не является кодом нашим. Национальным, культурным. А это все что-то. Чье-то. Кому-то. И все нам обещают. А там потемки. Там только три шага пройдешь. И что дальше? Ничего. Поэтому мы будем заниматься все то, что является щепкинским наследием. Оно преломляется. То есть эксперименты есть, но только в рамках... В рамках, в общем, это все-таки серьезного театра, а не каких-то там заморочек. Спасибо большое, Игорь Иванович. Ваша позиция, я думаю, более чем ясна. Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. И у нас есть очередной звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Есть ли возможность создать электронный сервис, чтобы можно было билеты в театр, покупать через интернет? Ведь это намного удобнее. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, да. Но сейчас уже мы делаем в этом отношении что-то. Но, наверное, этого недостаточно. Но это новое тоже для нас. Вот ищем, что-то сложилось уже. Что-то только складывается. Обязательно будущее за этим. Мы этим занимаемся. Ну, то есть осталось просто ждать, да? И даже занимаемся. И в планах, и занимаемся. Это все уже есть. Но в развитии. Я имею в виду зрителям осталось. Все будет, все будет, чтобы им было удобно. Спасибо большое. Я напоминаю, телефон студии 584410. Звоните. У вас осталось не так уж много времени, чтобы задать свои вопросы. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Добрый вечер. Виталий Иванович, не планируется ли восстановить спектакли, которые очень любили зрители? Например, «Наш городок», «Ромео и Джульетта». Еще «Кабаре Кармен» был прекрасный спектакль. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. А вы знаете, все, что касается меня, кого не встречу, все говорят, куда подъехалась ханума, куда подъехалась спектакль за двое зайцами. Вы называете другие спектакли. Вы знаете, наш городок, такой пронзительный спектакль, мы, наверное, к нему вернемся. И в постановке он был у нас тогда, вы помните, Анатолия Морозова. Но это было давно-давно, уже несколько поколений. Поэтому можно и повторить, тем более, наши актеры, Ирина Залмановна, видела в Питере спектакль пронзительный, мощный. И мы, наверное, будем в Питере где-то в марте месяце посмотрим. И, наверное, мы все-таки остановимся на нашем... Потому что хорошая тема, хорошая литература, глубокая, высокая. Наверное, так. То есть периодически все-таки возвращаться? Возвращаться, можно, можно, можно. Но восстанавливать, понимаете, вот восстанавливать. Были эти актеры. А уже актеры, возраст пришел, что-то другое. Это все равно спектакль новый. Там целились на этих. А такой спектакль, как вот «Спасибо за Ромео и Джульетта», это же вообще был наш прорыв в мир большого театра. Это был Ромео и Джульетта. Мы к нему вернемся, если режиссер уровня Макеева в этой стилистике, в этой культуре театральной поставит этот спектакль. Потому что тогда это был Макеев. Он-то учился очень сильно. Мы были в Москве на фестивале. И вот если такой руки мы найдем режиссера, то мы вернемся к нему. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Очередной вопрос с сайта мирбелогоре.ру. Виталий Иванович, планируется ли в этом году в репертуаре театра постановки новых спектаклей для детей подросткового возраста? Ну вот вы уже сказали, про зимы не будет. Ну да, но обязательно. Мы ведь берем на себя функцию тюза. И этим занимается наша и литературная часть. И люди ищут, ищут, ищут. Но, к сожалению, сегодня такой литературы, серьезной, детской, такой, которой ждут наши дети. Они им навязывают. Вот тоже сложно. Поэтому мы этим занимаемся. Это обязательно будет. Это условие жизни творческой нашего театра. Но вот ищем название, и ищем, и ищем. Кто поставит это название, чтобы совместилось. Это же нужно все совместить. Есть литература, есть режиссер. Они согласны или нет? Есть художник. Они согласны или нет? Это нужно все собрать. Мы собираем. И это будет. Спасибо большое. Телефон студии 584410. У нас есть очередной звонок. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли в этом году театр ездить по районам области? Если да, то где можно узнать расписание гастролей? Спасибо. Это наша работа постоянная. У нас есть обязательства перед областью. И каждый вторник мы выезжаем в область. Каждый вторник мы выезжаем в область. И эти планы уже сверстаны. Их можно узнать в администрации театра. Там все это уже написано. Есть и роздано по отделам культуры районов. Сейчас у нас на экране телефоны для справок. Там все это есть. И обязательно в районы привезем спектакли. Мы стараемся все показать у себя. Ну, может, какие-то мощные спектакли, сцена техническими возможностями. А в июне месяце мы всегда выезжаем на... Это вот мы в 8 районов, которые рядом с Белгородом, мы зимой обслуживаем. А весной, летом мы едем в дальние районы. Вот в самые Красненские, Алексеевские, Равинской. И любые дальние. Где тоже показываем обязательно. Но это июнь месяц. А все близлежащие каждый вторник выезжаем. Спасибо большое, Виталий Иванович. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Очередной звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня не вопрос, а пожелание. Скажите, можно ли, чтобы было больше спектаклей, которые бы входили в обязательную школьную программу по литературе, куда можно детям, старшеклассникам сходить? Вот, как, например, «Горе от ума». Спасибо. Спасибо. «Горе от ума». Но «Горе от ума» еще есть в репертуаре нашего театра. Мы его показываем по четвергам. У нас по четвергам и пятницам это школьные как бы дни. Ну, там и студенты, там и взрослые бывают. Но основа школьная. И мы по четвергам поставим обязательно. У нас еще в репертуаре есть «Горе от ума». Замечательный спектакль. Лихо поставлен. Мы на нем получали первые места и первые гранты. Вот. Поэтому он есть. Но мы занимаемся этим делом, чтобы вот такого тоже уровня спектакль по программе поставить. И, может быть, этим и займется Морозов. Виталий Иванович, к сожалению, наше время подходит к концу. Конечно. Как мы вам обещали, все очень быстро прошло. Но буквально минуту мы вам даем. Пригласите все-таки своих зрителей на открытие нового сезона. Дорогие белгородцы, спасибо вам за ту любовь, которую вы даруете театру. Даруете актерам театра. Вы сами видите, мы так вам благодарны, что мы вместе с вами сделали Белгород театральным. О нем ходят легенды, о театре, о зрителе, удивительном, теплым, заботливым. И всегда пронзительно понимающим, что происходит. Приходят за смыслами наши. И всегда благодарны зрителям. Спасибо вам. Приглашаем приходить. И все для вас есть. 26-го открываем занавес. Спасибо большое за то, что вы сегодня были с нами. Также я благодарю наших телезрителей и радиослушателей. И напоминаю, что каждую пятницу в прямом эфире «Мира Белогоря» программа «Знающие люди». Всего доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»